Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. Не приемлите правый руль. Умение водителя обращаться со своей левой ногой. Развернуть его можно практически на балконе, если отодвинуть пассажира в переднюю панель. Очень даже жесткий, как некоторые люди. Быть вежливым очень легко. Когда возникает необходимость купить компактный экономичный городской хэтчбек, большая часть жителей Дальнего Востока и Сибирского региона, конечно, подумает про праворульные варианты. Honda Fit, Toyota Vitz и же с ними. Но что делать, если вы категорически по каким-то причинам не приемлете правый руль, а машина такая нужна? При этом европейские компакты приводят вас в ужас. Либо ценой, либо перспективой вкладываться в них при эксплуатации. Ответ подготовили корейцы. И сегодня в выпуске Kia Picanto. Второе поколение кузов T8. Компактный хэтчбек Picanto второго поколения появился в 2011 году. Эта машина продолжала выпускаться по 2017. При этом в 2015 году, недолго до снятия с производства, хэтчбек был обновлен. На российском рынке продаваемые официально Picanto могли иметь два варианта моторов под капотом. Оба бензиновых. Литровый трехцилиндровый двигатель в атмосферном исполнении выдавал 69 лошадиных сил. Он агрегатировался с пятиступенчатой механикой и более ни с чем. 1,2 литра на четыре цилиндра развивал 85 лошадей. Это также атмосферный мотор. Но он сочетался только с четырехступенчатой КПП. На родном корейском рынке также была версия литр плюс турбина на 106 лошадиных сил. Но официально такие машины у нас не продавались. Привод у всех Picanto только передний. А по типу кузовного исполнения эти машинки могли быть как трех- так и пятидверным хэтчбеком. Сегодня у нас на обзоре 2014 год. Это дорестайлинг под капотом 1,2, четыре цилиндра, 85 лошадиных сил. Автомат и 90 тысяч километров родного пробега. Что касается габаритов Kia Picanto, это действительно компактный хэтчбек. Длина кузова здесь всего 3 метра 59 сантиметров. Ширина 1 метр 59, высота 1 метр 49. А колесная база составляет 2 метра 38 сантиметров. Этот автомобиль очень верткий. Развернуть его можно практически на балконе. А маневрировать будет легко даже физически неподготовленному водителю. Спасибо мощному электроусилителю руля. Машинка не только маленькая, но и легкая снаряженная масса всего 885 килограмм. Заводская толщина локкрасочного покрытия для кузова этого автомобиля лежит в диапазоне от 80 до 110 микрон. У японских аналогов такого класса, как правило, окрас чуть тоньше и доходит максимум микрон до 100. Самое интересное, маленькие Picanto не слишком торопятся корродировать. Исключением на таких автомобилях является только крышка багажника, которую дилеры в некоторых случаях даже перекрашивали в рамках гарантии. Которую сам производитель некогда определял как 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Были же времена. Каталожный объем багажника этого маленького автомобиля всего 200 литров. Крышка багажника очень легкая благодаря упорам. А с линейными размерами дела обстоят следующим образом. Ширина проема 97 сантиметров по средней части. Высота от фальшпола до крыши немаленькая, 85 сантиметров. Ширина багажника по полу 99 сантиметров. А при поднятых спинках заднего сидения полезная длина по полу всего 54 сантиметра. Если нужно увести нечто большее, чем пара спортивных сумок, складывайте спинки заднего сидения. В этом случае вы можете загрузить сюда нечто длиной до метр двадцать. Или чуть больше, если отодвинуть пассажира в переднюю панель. Ровный пол при этом вы здесь не получите. В любом случае остается довольно внушительный угол. Что касается максимально длинного предмета, доступного к перевозке на этом хэтчбеке, 2 метра 10 до передней панели. Что касается дополнительных моментов по багажному отделению. Первое, забыли упомянуть про то, что спинка сидения здесь складывается в пропорции 2 трети к 1 трети. Есть плафончик освещения слева, ну а под фаншполом скрывается докатка, внутри которой располагается штатный инструмент. Ну а теперь переходим к обзору интерьера. Салон у Кио Пиканта выполнен из очень симпатичного на вид пластика. Правда, по факту он оказывается очень даже жесткий. Как некоторые люди, выглядят мягче, чем по факту есть. Однако вопросов по части работы дизайнеров интерьера здесь нет. Панель выглядит просто, лаконично и при этом симпатично. А вот особо широкоплечим здесь, возможно, не хватит места по ширине. При моей комплекции я уже контактирую плечом с обивкой двери, когда кладу руку на подлокотник. И с центральной стойкой, кстати, тоже. Что, впрочем, неудивительно, сказывается небольшая ширина кузова. Сама посадка в этом компактном хэтчбеке вертикальная. Идеологически ближе к кроссоверу. Запас регулировки сидения по длине здесь очень большой. При отодвинутом максимально назад кресле я спокойно вытягиваю левую ногу, выпрямляя ее в колени полностью. Правда, при этом ступней все же достаю до моторного щита. Рост 1,86 м. Подушка сидения при этом достаточно высокая, чтобы при моей удобной регулировке нога не оказалась висячей в воздухе. Присутствует регулировка сидения и по высоте. Правда, для того, чтобы ей воспользоваться, нужно будет открыть дверь. Здесь очень маленькие зазоры между дверной картой и, собственно, ручкой. То же самое касается и возможности регулировки спинки. Кстати, здесь она реализована по-человечески, а не при помощи крутилок, как на Sportage или AX35. Рулевое колесо, кстати, тоже не встречалось, по крайней мере, мне ни на одной из моделей Kia Rio или старших кроссоверов. Здесь руль двухспицевый. Нижняя часть, выполненная в цветовом решении серебро, лишена центральной спицы. Выглядит оригинально. И, кстати, руль очень удобный как в плане формы, так и в плане отделки. Отделка здесь кожаная. Рулевое колесо абсолютно не скользкое. Кстати, имеет подогрев. Рулевая колонка регулируется механически и только по наклону. Правда, даже в нижнем положении руля обод практически не перекрывает приборную панель. К самой приборной панели претензии минимум. Самое главное, пожалуй, заключается в отсутствии здесь датчика температуры охлаждающей жидкости. Здесь три колодца. Самый большой по центру это спидометр. Очень крупная оцифровка. Очень хорошо читается. Слева тахометр. Оцифровка чуть помельче. Ну а справа, как на Hyundai Tucson GM, огромная шкала уровня топлива. Причем довольно детально разлинованная. Так что остаться на этом автомобиле без бензина будет, пожалуй, проблематично. Внутри спидометра также вписан небольшой дисплей бортового компьютера, где, например, отображается информация о незакрытых дверях. Ну и показания одометра тоже. Кнопочек и клавиш в салоне этого хэтчбека необходимы минимум. Стандартный блок стеклоподъемников на водительской двери. Причем водительское стекло имеет авторежим на подъем и на опускание. Здесь же управление центральным замком и боковыми зеркалами. Зеркала, кстати, складываются с кнопки. Слева от руля у нас пристроилась рукоятка управления корректором фар. Кнопка включения-выключения системы стабилизации и включения-выключения подогрева руля. Подрулевые переключатели плюс-минус стандартные для Kia. Переключаются они с довольно-таки внятными щелчками. Очень четко и тянуть пальцы к ним не нужно. На рулевом колесе с левой стороны клавиша управления мультимедийной системой и громкой связью, а справа телефоном. Позади переключателя, ответственного за стеклоочиститель, располагается кнопка запуска остановки двигателя. В нашей комплектации бесключевой доступ. Кнопка аварийной сигнализации располагается наверху по центру панели. Попасть по ней можно хоть одним, хоть двумя, хоть тремя пальцами. Быть вежливым в Kia Picanto очень легко. Далее между дефлекторами вентиляции располагается самая обычная магнитола с CD-плеером. Ну а ниже в данном случае блок климат-контроля. Климат однозонный, но полностью автоматический. Монохромный красный дисплей. Температура и обороты вентилятора регулируются удобными поворотными рукоятками. Режимы обдува циклично переключаются одной клавишей. Рядом режим отпотевания лобового стекла и включение подогрева стекла заднего. Еще ниже где-то в глубине на панели располагается 12-вольтовая розетка, AUX-выход и USB-разъем. Селектор коробки передач здесь типа змейка, напоминает таковой на Kia Rio в дорестайлинге. Никаких кнопок блокировки, соответственно, нет никакого ручного режима тоже. Ну и справа рядом с обычным рычагом стояночного тормоза располагаются кнопки включения-выключения подогревов кресел. Что касается бардачков, полочек и подстаканников, здесь с ними не густо. Центрального бокса, кстати, нет. Его место занимает длинный плоский кармашек, куда можно бросить, например, ключи от дома или какие-то пишущие принадлежности. Также перед селектором коробки передач присутствует довольно обширный карман, внутри которого можно открыть подстаканники. Весьма оригинальное решение. А если они не нужны, их можно свернуть обратно таким образом, получив большой кармашек, куда можно побросать даже крупного размера смартфоны. Ну а основной бардачок здесь плюс-минус стандартный. Бумаги формата А4 входят без необходимости складывать их в двое-втрое. Что касается обзорности, самое главное, за что можно поругать эту машину, это абсолютно невидимый капот. Впрочем, для такой формы кузова это скорее данность. Передние стойки здесь также достаточно широкие. Передняя панель находится высоко. Зато боковая линия остекления относительно низкая, а боковые зеркала, несмотря на то, что они не очень большие по площади, имеют зону с преломлением, которая позволяет вам легче маневрировать в потоке. Никакими камерами или парктрониками Пиканто не комплектуется, но парковаться на этом автомобиле несложно, ведь этот хэтчбэк заканчивается сразу за задним стеклом. На заднем ряду этого автомобиля не ожидаешь многого, сказывается и общая компактность, и небольшая колесная база. При моей регулировке сидения я упираюсь коленями в спинку. Спинка здесь, кстати, мягкая только с виду, поэтому контакт этот не слишком приятен. Под передними сидениями есть место, куда можно деть ступни. Нет тоннеля на полу. А полностью плоская спинка и подушка заднего сидения намекают на возможность разместить здесь третьего пассажира. Интересное ощущение здесь возникает от того, что сидения у Пиканто очень жесткие, даже по сравнению с японскими аналогами типа Toyota Vitz, которые тоже относятся к бюджетному сегменту. Вкупе с жестким пластиком везде и всюду, в том числе и на подлокотниках с левой стороны, может сложиться впечатление, что задним пассажирам в этом автомобиле не особо-то рады. Тем более, что баловать их здесь никто и ничем не собирался. Центрального подлокотника, даже несмотря на то, что это хорошая комплектация, здесь нет. Нет здесь и плафона освещения задней части салона, только ручки держатся и, кстати, вешалка, чтобы подвесить одежду. Зато потолок достаточно высокий, во всяком случае, я не упираюсь головой, у меня остается еще какой-никакой зазор. Единственное, на что могут рассчитывать здесь задние пассажиры, это на один-единственный подстаканник в тыльной части центрального тоннеля. Да и карманы внизу дверных карт здесь есть только спереди. Узенький кармашек плюс отформованное под бутылку место. Что касается двигателей, базовым в линейке агрегатом для российских Пиканта был литровый мотор G3LA. Он выдавал 69 лошадиных сил и 95 ньютонометров крутящего момента. Это три цилиндра в ряд. Блок алюминиевый, два верхних распредвала. Есть фазовращатели, есть впускной коллектор с переменной длиной, так называемый виз. Самый обычный распределенный впрыск топлива, цепной привод ГРМ и предусмотрены гидрокомпенсаторы. Зазоры клапанов регулировать на таких моторах не нужно. G3LA надежный двигатель, но с некоторыми особенностями. В частности, трехцилиндровые моторы обычно вибронагружены, поэтому опоры двигателя служат не так долго, как хотелось бы. Да и ресурс цепи ГРМ на таких двигателях это 100-120 тысяч километров пробега. Зато по поршневой группе вопросов к таким моторам нет. Ресурс подобной малолитражки это около 280-300 тысяч километров пробега. Кстати, и агрегатируется такой двигатель с пятиступенчатой механикой с маркировкой М5 и F2. Двигатель выдает 95 ньютонометров крутящего, а коробка рассчитана максимум на 132, так что запас еще есть. Основными претензиями к такой механической коробке будут течи масла по сальникам приводов и растяжение со временем троса механизма выбора передач. Ну а ресурс цепления целиком и полностью зависит от умения водителя обращаться со своей левой ногой. Если же вы хотите автомат, трехцилиндров вам точно не видать, поскольку автоматические коробки здесь агрегатировались только с четырехцилиндровым мотором, объемом 1,2 литра. И это наш случай. Маркировка такого двигателя G4LA. Мощность 95 лошадиных сил. Крутящий момент 121 ньютонометр. С такой силовой установкой Kia Picanto разгоняется до 100 км в час с места за 13,7 секунды. Максимальная скорость 163 км в час. Подобная нерасторопность плата за классическую автоматическую коробку, которая агрегатируется с этим двигателем. Из особенностей конструкции G4LA можно отметить разве что отлитый заодно с блоком цилиндров корпус маслонасоса. Более никаких особо примечательных изысков этот мотор в себе не несет. Распределенный впрыск топлива, есть гидрокомпенсаторы и цепной привод ГРМ. Причем цепи-то служат побольше, чем на трехцилиндровом моторе. Около 150 тысяч километров в среднем, хотя кто-то проезжает и под 200. В целом этот двигатель также очень надежен, но также не любит перегрева, как и любой современный алюминиевый блок. А на пробегах ближе к двум сотням вполне может встречаться уже и расход масла на угар. А служат подобные моторы объемом 1.2 более 300 тысяч километров пробега. Коробка передач с таким двигателем четырехступенчатый классический автомат A4 CF-0. Это старая коробка собственной разработки концерна Hyundai. Выпускается этот агрегат с 2007 года и, как большинство старых коробок, имеет щуп для проверки уровня и состояния рабочей жидкости. И это хорошо. Менять масло в такой трансмиссии желательно раз в 50 тысяч километров пробега. Ресурс механической части подобной коробки это за 200 тысяч километров. Но подобные трансмиссии первых лет выпуска отметились проблемами по части датчиков. Датчиков температуры масла, датчиков скорости и так далее. Однако в целом критических болячек к настоящему моменту у этих коробок уже нет. Дорожной просветки Апиканта второго поколения. По каталогу 152 миллиметра вооружаемся рулеткой. Проверяем так ли это. У нашего экземпляра расстояние от асфальта до защиты моторного отсека целых 18 сантиметров. До резинового брызговичка под передним бампером 19, 20 сантиметров от земли до порога за передним колесом. Задняя часть порога 21 сантиметр. А до заднего брызговика целых 28. Сделаем поправку на практически отсутствующие свесы. Особенно это касается свеса заднего и короткую колесную базу. И получим проходимость Апиканта, сопоставимую с таковой у некоторых современных кроссоверов. Так что это еще один жирный плюс машины. Ну а теперь про подвеску, которая у хэтчбека Апиканта, кстати говоря, больше заточена под управляемость, а не под комфорт. Так что кому-то может показаться жестковатой. Выполнена она по традиционной для компактных автомобилей схеме. Передняя ходовка типа Макферсон. Шаровые опоры в рычагах здесь запрессованы. И меняются по задумке конструкторов только вместе с самим рычагом. Стабилизатор поперечной устойчивости расположен здесь на подрамнике. Его видно, но подобраться к его креплениям довольно проблематично. Поэтому для замены втулок подрамник придется демонтировать. А замена втулок здесь часто настигала первых владельцев подобных автомобилей еще на пробегах до 50 тысяч километров. Также в передней подвеске не отличаются долгожительством и опорники передних стоек. А вот амортизаторы здесь живут под 100 тысяч километров пробега. Как, кстати, и рулевые наконечники. Рейка электрическая, поэтому проблем с усилителем руля, течами и так далее здесь у вас не будет. По части антикоррозийной обработки этот автомобиль обработан куда плотнее по днищу, чем машины для внутреннего японского рынка, например. Здесь есть не только шовный герметик, но и непосредственно антикоррозионный состав. Правда, не в центральной части днища кузова. Топливный бак здесь расположен в базе автомобиля и его объем 35 литров. Сам бак выполнен из пластика. Задняя подвеска простая, это обычная балка. Здесь два сайленблока в амортизаторах и два сайленблока самой балки. Больше, по большому счету, здесь нечему выходить из строя. Пружина и амортизатор отдельно друг от друга, а задние тормоза, кстати, здесь тоже дисковые. Кстати, о проходимости. Выхлопная труба, в частности, банка глушителя. Здесь мало того, что находится в оси колеса, так еще и выше балки. Поэтому зацепиться выхлопной трубой у вас не получится при всем желании. Даже в самой отчаянной попытке пробраться на дачу по раскисшей дороге. На этом наш обзор подходит к своему завершению. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы накатали, много и вам есть чем с нами поделиться и в чем поправить, пропишите все в комментариях. Если заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, напоминаем, 2014 год, 1,2 автомата, 90 тысяч пробега. Всю актуальную информацию, включая цену на данный момент, узнавайте по телефону, он в описании, на нем есть ватсап. Пишите, звоните, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Если обзор оказался полезен, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. А сейчас спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok